Антибиотики 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 Нужны антибиотики Нужны антибиотики Есть такие врачи Которые в любом случае назначают антибиотики Говорят они убьют все микробы И вы точно будете здоровыми Ваши комментарии Это тактика неправильная Уже давно отошли от этой тактики Потому что простая вирусная инфекция не лечится антибиотиками, потому что доказано, что вирусная инфекция вызывается возбудителем вируса. То есть, соответственно, назначаются противовирусные препараты, если необходимо, жаропонижающие. Как известно, даже жаропонижающие препараты назначаются не сразу. То есть нет такого 37,5 температуры, сразу жаропонижающие, сразу антибиотик и так далее. Это неправильно. Назначаются противовирусные препараты, обильное питье, постельный режим. Но вот если действительно человек сейчас заболел, сейчас осенью, пора простуд, как можно себя без антибиотиков, без жаропонижающих уберечь от какой-то ломоты в теле? Ну, скажем так, вы имеете в виду вообще как заняться профилактикой? Да, чтобы, скажем так, дать возможность своему организму самому побороться с этим. Я поняла. Профилактика у нас всегда простая. Это мы всегда не помним о том, что витамины и микроэлементы – это защитники нашего организма. То есть два раза в год, чаще всего это осень и весна, мы принимаем комплексные витамины и микроэлементы, но только в профилактических дозах. Не надо усиливать там никакие дозировки. Если кто-то что-то хочет сделать более… Там некоторые считают, что у них не хватает кальция. Они начинают пить кальций усиленно, чтобы кости были твердыми и так далее. И приводят себя к тому, что у нас появляются камни в почках и так далее. То есть мы должны понимать, что если мы что-то хотим увеличить, какие-то дозировки или изменить какое-то назначение, мы должны сделать ионограмму. То есть определить содержание микроэлементов в своем организме. А так профилактически – это витаминки. Сейчас очень есть хорошие препараты для воздействия на иммунитет, типа респиброна, бронховоксома, бронхоммунала. Это препараты, которые используются при заболеваниях дыхательных путей. Вот, они просто воздействуют на иммунитет, они снижают часть стату повторений заболеваний, то есть человек начинает меньше болеть. А когда заболевает, то заболевание протекает более легко, и оно не требует применения антибиотиков. Вот, кстати, по поводу заболеваний бронхов, тоже при бронхитах, при каких-то заболеваниях дыхательных путей, тоже назначают антибиотики, говоря о том, что без них невозможно вылечить. В определенных состояниях, да. Но если это легкое течение заболевания, то можно без них. Потому я говорю, для вот таких вот профилактических есть препараты, врачи о них знают, они их назначают, они пьются курсами, можно себя обезопасить и, скажем так, облегчить течение данного заболевания. А по поводу препаратов? У нас один из эфиров был посвящен именно той тематике, что препараты есть импортные, которые чаще всего дорогие, и, соответственно, отечественные, которые дешевле. Но как бы в некоторых моментах они взаимозаполняемые, дополняемые, иногда как бы нельзя принимать один препарат, либо другой. Что вы рекомендуете? Дорогие, либо дешевые, что эффективнее? Понимаете, здесь это выбор каждого человека индивидуальный, потому что, скажем, доход у каждого разный, и я не могу сказать, что нужно принимать дорогой препарат или принимать дешевый препарат. Я могу сказать, что и те, и другие оказывают свое позитивное действие. Но уже в какой мере это уже... Да, это уже решение каждого. Кому он больше доверяет, иностранному производителю, и нашему отечественному, я ничего плохого против наших отечественных препаратов сказать не могу. Я могу сказать, что действительно дешевые препараты, они прекрасно действуют, и не нужно изобретать велосипед. Некоторые говорят о том, что дешевые препараты и дорогие. В чем разница? В том, что пишут, что состав одинаковый, но в более дешевых составом меньше, что там больше плацебо находится. Это миф? Нет, или правда? Нет, это миф, потому что более дешевые препараты это все-таки отечественные препараты, и, соответственно, мы прекрасно понимаем, что они изготовлены в нашей стране. А закупленные за границей препараты, там уже идут накрутки на всех вот этих вот поставках, и у них другие составляющие, они дороже стоят. То есть понятно, что больше у нас, как всегда, придерживались импортных препаратов. Но я не могу так категорично сказать, что те плохие, а те хорошие. Хотелось бы вернуться еще раз к сезонным заболеваниям. Вот вы говорите, что нужно принимать витамины. Тоже некоторые люди говорят о том, что я с лета очень много витаминчиков наелся, зачем мне их пить осенью? Я видел и яблоки, и игрушки, и черешню. Понимаете, сейчас наши фрукты и овощи содержат совсем другое количество витаминов и микроэлементов, потому что наши почвы истощены. И уже по тем составам, которые мы придерживались раньше, то, что в каждом там содержится в том или ином овоще или фрукте, уже не соответствует нынешнему. И я могу сказать, что невозможно столько и съесть фруктов и овощей, чтобы прям наполниться этими витаминиями. Тоннами. Да, понимаете, просто у нас в большей степени, вы же еще учтите, что овощи и фрукты непонятно чем обработаны, как они у нас сейчас выращены, какая у нас вода, какие удобрения и сколько пользы, ну, вреда. Не ваш или вреда. Да, от этого. Это вкусно, это приятно, это полезно. Но чаще всего не более. Ну. А по поводу витаминов, какие это можно витамины брать, то есть это в виде таблеток, либо, возможно, какие-то... Ну, так же самое, есть отечественные производители. Для взрослых людей это чаще всего от КВДВИД, для детей СУПЕРВИД, ЮНИВИД, это наше киевское производство. Очень много импортных витаминов, и американских, каких хочешь. Тут это вопрос кошелька. А вот по поводу приема витаминов. Некоторые пьют в таблетках, некоторые говорят, что если вводить лекарство уколами или капельницами, то оно будет лучше ходить в таблетки. Нет, в профилактических дозировках никогда не используются в виде уколов. Капельниц, это только в лечебных целях. Чаще всего в неврологических, когда кулятся витамины группы В. Ну, то есть там совсем другие показания, по другим причинам они назначаются. А так только вкусные витаминки все. Да, сладкие вкусные конфетки. Ну что ж, будем надеяться, что сезонные заболевания обойдут наших телезрителей. Храним свое здоровье очень-очень хорошо. Тем более, что немного узнали о том, как это делать, и не стоит полагаться только на вкусные витамины и овощи. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо нашему эксперту. Наталья Касицька, терапевт, сегодня завитала до нашей студии. Дякую за то, что развенчали миф про то, что лековаться можно только антибиотиками, про то, что лековаться можно действительно без шкоди для вашего здоровья. Но самое главное, это заболевать все хвороби за помощью витаминов.